МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Екатерина Забинько. Здравствуйте. Первый белорусский спутник связи, запущенный 15 января, сегодня должен выйти на запланированную орбиту. С момента, когда Белинтерсат-1 займет заданную позицию на геостационарной орбите, начнутся его испытания. Они продлятся до трех месяцев. Благодаря этому космическому проекту будут предоставляться услуги связи, включая теле- и радиовещание, а также спутниковый интернет. Зона покрытия не только 100% территории Беларуси, но и страны Европы, Африки и Азии. Напомню, отечественный спутник запущен благодаря тесному сотрудничеству с Китаем. Презентация торгово-экономических возможностей Беларуси пройдет во французском Лионе. Представители МИД, Минкурасполкома, Торгово-промышленной палаты помогут белорусскому посольству во Франции ярче заявить о нашей стране. Презентация продлится два дня. Напомню, в конце прошлого года в Лионе, это город еще и по-братим Минска, было открыто почетное консульство Беларуси. Отмечу, что сейчас готовится проведение второго заседания совместной белорусско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству, а также двухстороннего бизнес-форума, который пройдет этой весной. Акции протеста в Молдове не прекращаются. Добиться от власти увольнения назначенного на прошлой неделе премьер-министра Павла Филиппа манифестантам не удается. Президенту предъявлен новый ультиматум. Если до четверга Филипп не будет снят с должности, протестующие блокируют основные магистрали страны. К новому премьеру две претензии. Он представляет те самые околовластные группы, которые причастны к хищению с бюджета миллиарда долларов. Кроме того, новый премьер считается ставленником молдавского олигарха Плохотнюка, который контролирует все сферы общественной, политической и экономической жизни Молдовы. Недовольство правящим классом в стране стало всеобщим. Однако из-за отсутствия организации дальше манифестации ультиматумов дело в Кишиневе вряд ли зайдет. На президентских выборах в Португалии в первом же туре победил правоцентрист Марсело Ди Соуза. К исполнению обязанностей он приступит в марте. Успех Соуза в действительности это не разрешение политического кризиса в стране, а его усугубление. Правительство создали социалисты. Отправить его в отставку президент не может, но он способен распустить парламент, который назначает кабинет. Причиной конфликта между правыми и левыми является программа экономической санации, которая ввергла в нищету треть португальцев. Социалисты выполняют эту программу из-под палки, а правые как раз этой палкой и являются. Уже несколько раз правительство шантажом принуждали урезать социальные расходы. Теперь с новым президентом правые станут сильнее и сделаются еще менее склонными к переговорам. Исламское государство рассекретило авторов терактов во Франции. Девятерых боевиков запечатлели еще до печально памятного их визита в Париж. Они грозят атаками Франции и Англии, а также казнят нескольких заложников. Двоих из числа этих субъектов позднее убьют в ходе операции по освобождению театра Батаклан. Вместе с тем судьба и местонахождение остальных участников этой видеосъемки неизвестны. Французская и бельгийская полиции как будто произвели аресты не менее чем сотни подозреваемых. Большинство из них освобождено, а предъявить убедительное обвинение кому-либо из остальных пока не удалось. Американский снежный шторм покинул материк и бушует над Атлантикой, медленно перемещаясь в направлении Великобритании. Уже подсчитано, что американцам буйство стихии обошлось в 28 человеческих жизней. Люди гибли в автомобильных авариях, отравившись угарным газом от обострения хронических болезней. Так, например, охранник Сената скончался от инсульта орудуя лопатой. Его тоже числят жертвой шторма. Главной проблемой страны остается восстановление коммуникаций. Расчистить основные магистрали удалось, но второстепенные дороги завалены снегом, и доставка продуктов в магазины, перемещение по этим дорогам людей крайне затруднено. Снег тает медленно, поскольку температуры по всему побережью стоят близкие к нулю. Олег Романов, телекомпания СТВ. Сильные снегопады прогнозируют сегодня и в Белоруссии. По западу страны возможен дождь. На дорогах гололедится. Температура воздуха сегодня начнет повышаться. На востоке до плюс двух градусов. В связи со сложными погодными условиями, госавтоинспекция призывает автовладельцев быть предельно внимательными, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Сегодня студенты отмечают Татьянин день. Он является данью памяти святой мученицы Татьяны Римской. Святая почитается православной и католической церквями, считается покровительницей студентов. Сейчас в большинстве вузов каникулы, поэтому праздник отмечают вне стен альма-матер. Так, в Белорусском государственном университете более 400 студентов выйдут на горнолыжные склоны, встанут на лыжи, освоят санки, сноуборды и тюбинг, также руководство и сотрудники университета. Кстати, Беларусь – лидер в СНГ по количеству студентов. В расчете на 10 тысяч жителей наша страна обыгнала Россию и Казахстан. 53 вуза республики готовят профессионалов по 400 специальностям. Самые востребованные – экономического и юридического профиля. Гуманитариев в разы меньше. В Беларуси обучаются более 14,5 тысяч иностранных студентов из 92 стран. Березовская щипная птица внесена в список нематериального наследия страны. Уникальное ремесло восстановил молодой мастер Александр Лавринович. Это старый дедушка показал. Так как он уже старый, не видит, он не смог показать саму резьбу, но объяснил. И я вообще не был у него лично. Я учился по видео, которые записали, как он объяснял. Ничего не показывал, просто пару раз попробовал, порезал себе руки и научился. Из одного бруска вырезается туловище и голова, а из другого – крылья. Самое главное – разделить бруски на пластинки. Чем они тоньше, тем ажурнее получается птица. Центральное перо остается посередине, остальное расходится в стороны поочередно. Вот со второго можно начинать и разводить в стороны. И закрывая их сразу в замок, получается вот таким способом. К слову, щипная птица – не просто необычное украшение интерьера. Наши предки верили в силу оберега и обязательно подвешивали такую игрушку над кроваткой ребенка. Перед Рождеством птицу сжигали в печи. Считалось, что вместе с ней сгорает все плохое. И обязательно вырезали новую птицу счастья. Это все новости к этому часу. О развитии событий расскажем в 13.30. И я прощаюсь с вами до этого времени. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok